так друзья всем привет добрый вечер сегодня с вами поговорить о чистках по мне не видно нет другого мне дайте это тетя таня булавка защитит от негативов сейчас очень актуальна тема любви к себе вообще классная тема глотать ёршик но это мой выбор ребят так это было промок выбором мэра ребят за окном полнолуние жутко воют волки и нечесть снова поднимает свою седую голову мы просто не можем иначе поэтому вы смотрите новый выпуск дурник смотрит stories реал потап сегодня у нас 11 миллионов подписчиков кстати ребята а то приходил к нам на передачу еда дурнева и по засовывал в рот все наши сосиски чтобы это не значило 1 и 9 миллионов подписчиков вот так а я смотрю тупо подкаст понравился да не всем ребята действительно был на тупо подкасте у потапа нормально посидели поболтали что там кому уже не понравилось по моему мы зацепили своими рассуждениями анатолий анатольевич он даже отписался от меня он даже от меня не отписался что вы сделали анатоличу не трогайте блин это священная корова журналистики анатолий анатолич обращаюсь к тебе тебе передадут это видео так же как мне передали его мои друзья вот и разжигатели всяких страстей блин они как скобар и еще какой-нибудь наркодили обращаются друг другу через видео обращения на подконтрольных телеканалах колумбии картель кали вам передадут мое обращение ваши люди точно так же как ваше обращение передали мне мои люди я тебе предлагаю ну просто потап потап это рэпер рэпер анатолий анатолич это интервьюер я тебе предлагаю не ругаться в публичном пространстве не обижаться потому что все что мы делаем мы делаем в шутку для того чтобы посмеяться сами над собой вот мы я прекрасно знаю какой я ведущий и какой ты виду вообще я удивлен кстати что потап здесь не рассказывает что он ездил в америку может не все знали потап был в америке и он там ел ходок и вот там вот то был ход до вот предлагаю тебе вот что ты приходишь к нам чтобы подкаст а я прихожу к тебе за интервьюер там и разберемся хуис ху вот и кто на что способен с большой любовью и уважением а если ты этого не сделаешь анатолий анатолий что навсегда простаешь человеком который не умеет посмеяться над собой только в этот момент что ли люди писали ему комментарии что он хороший интервьюером в личку приходил и отписывал вот такие сообщения да ты на себя посмотри системный администратор и все вот это вот ребят интервьюер с большой буквы и анатолий анатолий сегодня с нами 182 тысячи подписчиков за интервьюер ранок с украину и ранок вей вопросы сюда так друзья всем привет почему он одевается как децел только что мне прислали видео который записал лёха потапа это биф ребят в эфире наша постоянная рубрика большая дурнивская стирка не переключайтесь не прислали видео который записал лёха потап по поводу тупо подкаста и того что я обиделся знаете у нас потапа много общего первых мы поддержим киевской динамо и это раз может из-за этого не получается у пацанов пока играть во вторых лёха сказал что я его забанил даже удалилась друзей лёха ну блин ну это неправда я у тебя в черном списке уже не знаю несколько лет то что я тебе пытался отметить уже сто раз каких-то stories но ни хрена не получается поэтому я тебе сейчас ты взрослый человек но ты должен разбираться современных технологиях зайди в инстаграм или попроси настю и она тебе покажет черный список и наверняка ты там найдешь меня кажется кто-то дал немного джамалы блин ну потап все-таки он конечно взрослый потап был взрослым когда я ребенком еще был при том что у меня всего на 5 лет чё ты меня забанил хрен его знает но я очень хочу же ты меня разбанил поэтому ты у меня точно не в черном списке но я что ты меня разблокировал поэтому надеюсь на видео те кто-то передаст может быть позитив ребят это мне напоминает мультик простоквашина там вот матроскин шариком не разговаривали и общались через почтальона печкина угораю просто очень смешно дабы а я устал уже от этой истории не на серьез что продолжается история с анатолием анатольевичем оказывается это не он меня заблокировал а я его заблокировал пару лет назад вот это как раз когда ты в америке был вот и он вызвал видео я сейчас попытаюсь разблокировать анатолий анатольевич я не знаю просто как это сделать честно завтра при насти у кого-то спрошу разблокирую тебя реально спросите у нас тут что-то это хочу поговорить с вами откровенно у меня есть к вам вопросы я хочу их озвучить возможно что-то мы потом подклеим к интервью с позитивом который тебе было скучно смотреть который тебе было скучно смотреть анатолич очень искренне удивляется что кому-то скучно смотреть его интервью даже думает что наверное люди это специально специально говорить помнишь ты как ты предлагал мне условия чтобы мы с тобой обязательно курили в машине каннабис как настоящие гангстеры и рэперы к сожалению мы этого не можем сделать в украине можем сделать на нейтральной территории в амстердаме или в лос-анджелес лос-анджелесе знаю что вы берет потом есть уже мы без этого условия то конечно мы делаем за интервью но с одним условием если на пацана пообещаю что ответишь на все мои вопросы но какого пацана что вообще так что вот так надо сделать а кто проотвечается тот газированный писюн потом с одним условием есть ты на пацан обещаю что ответишь на все мои вопросы, на пацана пообещаешь. Может, это какая-то другая история? Просто стоит какой-то пацан и ты на него обещаешь. Если ты на пацана пообещаешь, ты ответишь на все мои вопросы. Нет, ты отвечаешь или отвечаешь. Анатолич, как взял интервью у Тищенко, реально вообще по другим углом на жизнь стал смотреть. Это уже по-пацански, кстати. И последнее. Да, это было последнее. Ребят, самое время заорать. Что? Ведь 11.11 на Алиэкспресс вас ждет ежегодная, самая масштабная распродажа. Скидки, во время которой достигают 70%, а иногда Дима, 90%. Что? Итак, 11.11 главная распродажа года на Алиэкспресс. По сути, это едва ли не единственный день в году, когда вы можете купить все, что угодно, не переплачивая. А выжать максимум с покупок вам поможет кэшбэк от Letyshops, который на время распродажи увеличат в три раза. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, а если уже зарегистрирован, то активировать специальный промо-код в своем кабинете. Итак, ребята, промо-код Lety 11.11. И это еще не все, Димочка. Среди тех, кто совершал покупки 11.11, будут разыграны 12 айфонов 12! Что? Ребят, одна покупка, один билет. Дерзайте! Дима уже отобрал мне несколько товаров, которые сложил в корзину, чтобы я купил их со скидками 11.11. Так можно сейчас найти все, что вам нужно, сложить в корзину и 11.11 проснуться и посмотреть, какая же на них скидка. Итак, что же Дима мне отобрал? Та-дам! Блин, это то, что мне нужно! 20 см плюс 50 см, свинья, моделирование, тростники, подушка забавная, милая подушка, веселая гарантия! Блин, у меня так никогда не будет девушки, если у меня будут такие две потрясающие свиньи. От 5 до 9 долларов всего лишь. Блин, еще и можно выиграть 12 айфонов 12. Всего за 3 бакса высокое качество портативный женский походный мочи устройство, воронка-писуар, женский дорожный туалет для мочи и стускания, женский стоячий и мочи мягкий. Блин, я хочу изменить пол, чтобы писать в этот мочи приемник. Ой, я хочу в туалет, да вот, пожалуйста. Из рюкзака достал, а он, знаешь, такой уже, в него уже писали. Сегодня причем я дома не хотел вставать из-за компьютера. Ой, а это можно показывать? Что это? Тренажер для бедер, тазового пола, устройство управления мочевым пузырем. Наконец-то я возьму эту сучку под контроль. Пакет травы? Вот где вы ее берете. 30 грамм пакет сохраняет сухость, настоящий зеленый мох, декоративные растения, ваза, искусственный дерн, шелк. И представляешь, если меня обыскивают, знаешь, автомобиль. Алексей Сергеевич, а это что? А это, товарищ полицейский, 30 грамм пакет сохраняет сухость, настоящий зеленый мох, декоративные растения, ваза, искусственный дерн и господин полицейский шелк, цветы, аксессуары, цветочный горшок, украшения. Проезжайте. Пластырь для похудения! Быстрое сжигание жира и похудения, натуральные травы, наклейка на пупок. Многие пренебрегали этим местом и похудеет, а здесь остается. Пластырь для формирования тела 20-20, тонкий продукт. Слушайте, рейтинг 4,7. Ребят, я хочу, чтобы вы увидели Бифо и Автор. Действительно потрясающий результат. И всего 72 гривна за 50 штук. Похудеть еще никогда не было так просто. Проще только закрыть рот и не жрать на ночь. Ну и наконец-то то, без чего я себе уже не могу представить свою жизнь. Чулки для собак. Всего за 2 бакса. Сетчатые носки для домашних животных. Эластичные, забавные и креативные. С этим сложно спорить. Чулки для домашних животных. Реквизит для фотографий. Знаем мы этих фотографов. Да, мне это реквизит. Я фотографий. Просто у меня дома студия. Можно твою собаку на полчаса? Украшение для собак. Ребят, ну конечно же не все товары такие, мягко говоря, странные. Есть там и всякие крутые штуки. Ребят, конечно же, на Алиэкспресс сотни тысяч, если не миллионы товаров. И на все из них будут скидки. И я напоминаю, скидки будут доходить до 70, иногда до 90 процентов. Поэтому обязательно участвуйте в распродаже 11.11. Получайте свой кэшбэк, который Letyshops увеличил в 3 раза. И участвуйте в розыгрыше 12 айфонов в 12. Пока. По-китайски сказал. Димка, это что за горячая красотка? Патрисия Линкс. 305 тысяч подписчиков. Новичок? Новичок. Самая главная женщина это чисто плотность. От индон. Начиная от пяточек, заканчивая просто всеми фейсами, писечками, всеми дырочками. Просто и так далее. Девочки, кстати, записываем, потому что реально бывает так. Знаешь, инспектируешь дырочки и не везде очистим. Пошел. Мне кажется, я просто по жизни одиночка. Получиться. Конечно, хочется. Да это парень же, да? Нет? Нет? Очень много вопросов этого характера, а я воздержусь. В сексе принимаешь все. Есть просто прием, есть выдача, знаешь. Если нет, то для тебя неприемлемо. Спасибо. Я воздержусь отвечать на эти вопросы, потому что, я считаю, это некорректно и чуть-чуть интимно. А так, по мне, не видно. Девочка, что видно. Первая мысль пришла в голову. Чистота – залог успеха. Это девиз такой по жизни. Чистота – залог успеха. Для меня чистота – это все. Поэтому будьте чистенькими. Оттуда все остальное уже рисуется. Подруга такая, жил-был, конечно. Туда-сюда, реально. Самое время поставить закусинец вверх этому видео. Ребят, кандидат в мэры, которого мы заслужили. Елена Филонова, 791 тысяча подписчиков. Кандидат на пост мэра Киева. Для тех, кто не знает, Елена Филонова была кандидатом на пост мэра столицы нашей Родины. Просто последнее место. 0,08%. Сколько это, интересно, человек? Только 3. Ну что, друзья, да-да, это те самые джинсы, которые я купила. А прикинь, если бы она еще была не на каблуках. Ну это вообще. Да-да, это те самые джинсы, которые я купила. И они взорвали мой аккаунт и просторы Инстаграм. Эти джинсы обсуждали сегодня на протяжении всего дня. И с моей писечкой нам есть что вам сказать. А что вам может сказать писечка, кроме... Ну что, начинаем разбор. Ребят, это писечный разбор начался какой-то. Ну поехали. Это моя страница Инстаграм. Все вы ее знаете, кто на меня подписан. Это пост, в котором я просто спросила, что из этого я купила 100%. Вы скучали за шопингом? Конечно же, все скучали за шопингом. Но ради всего святого. Лена, ты же телеведущая. Скучают по чему-то. Вы скучали за шопингом? И тут началось. Девочки, я иногда... Боже, уже 255 комментариев. Хорошо, что не полторы тысячи. Открываю самое популярное. Джинсы в письку врезались. Не надо. Писечное ДТП. Знаешь, когда джинсы не уступили дорогу. Сори. Но это мой выбор. Знаешь, четыре заклепки удерживают эти штаны от напора. Четыре. Посмотри, как они впились просто. И представляю, как она выдыхает, когда раздевается дома. Ну просто, это же реально кайф. Сори, но это мой выбор. Надо. Ребят, так это была промо к выборам мэра. Сори, но это мой выбор. И мы можем сделать такой билборд. Лена, голова, лапка верблюда. Вот так обрезанная. Написано, сори, но это мой выбор. Я нормально девочке ответила. А почему женщины смотрят на мою письку? Мужики должны смотреть, что с вами не так. Ребят, кстати, что с ними не так? Футболочки с таким принтом, конечно же, есть дурный в шоу. Помимо этого там появились умопомрачительные носочки, свитшоты и куча всего другого. Мужики должны смотреть, что с вами не так. И началось куча комментариев. Девочки, мне вот правда непонятно, почему вы смотрите на мою письку? Почему вы вообще туда смотрите? Вы вот прохожим людям вот так на улице тоже подходите и говорите, извините, у вас там копытца или там верблюжья лапка, либо еще что-то. Ну серьезно? Я вообще не понимаю. Нет, мне нравится, что Лена, она сначала выкинет какую-нибудь ерунду, а потом очень упирается в нее. Очень. Ну прям, ну серьезно? Ну та-та-та, па-па-па. Я так понимаю, перестали люди реагировать уже на ее пышные формы, и она решила просто показывать всем свою письечку теперь. Но она тоже довольно пышная. Кстати, да. Если вам некуда деть свое время, то я вам подскажу, у вас есть своя писька, а если есть у вас еще и свой мужик со своей писькой, сконтактируйтесь, наконец-то. За кадром держу париоксик. А куда они сейчас пойдут есть стейки? Медиум рары. Медиум бел, медиум рары, не могу сделать мясо. Самые вкусные в городе. Стул еще этот где-то взяла. Ну реально, притащила стул. Мой муж говорит верблюжье копытце. Нет, это знаешь, это первое заседание Лены в качестве мэра Киева. Ефилонова, не обижайтесь, но это реально бросается в глаза. Я когда одеваю штаны, то всегда проверяю это место, чтобы не было этого. Ты проверяешь это место, когда одеваешь штаны? Да, 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 вот еще и пальто, шарфик. Никогда это не перестанет быть смешным. Я когда одеваю штаны, то всегда проверяю это место, чтобы не было этого. Чего не было этого? Ну я тоже надеваю штаны и проверяю, чтобы на мне все идеально сидело. Да, я немножко набрала, но я сейчас работаю над своим весом. Просто берет работу на дом, так сказать, работает и ставит на живот ноутбук. Да, я немножко набрала, но я сейчас работаю над своим весом. Минус 2 килограмма, и моя песечка будет упаковано. Так, если она вот набрала 2 килограмма, именно песечки. Ладно, кошмар. Так, ребят, напишите в комментариях, пожалуйста, что нужно, чтобы упаковать песечку Филоновой за лучший вариант, конечно же, что футболочку из дурни в шоп высылаем тут же. Все будет в порядке, ничего не будет мне врезаться. Почему вообще поднялась эта тема? Лена, хватит уже. Тема поднялась, потому что выставлять на показ половые органы не принято. То есть это примерно та же, как если бы я в свой условно возбужденный член обтянул бы спортивными или какими-то льняными штанами. Вот так прям, чтобы было полностью видно силуэт. Правильно я показываю сейчас? На камере все там мельчит. Полностью, чтобы было видно силуэт. И я вот так сижу и такой, что вы, что вы сполошились? Просто это мой выбор. Вот, только поэтому. Есть еще такое правило. Джинсовая ткань, она всегда растягивается. Как и песечка. Это правда, конечно же, что все растягивается, но кажется, кто-то не знает. Как правильно реагировать на хейт в интернете? Джордж 230, Джордж 230. Мое уважение, Джордж 230, Джордж 230. Первый раз увидел это в скобках шоу. Полная хуйня. Дурниф не очень. Фуфломицин полный. А фуфломицин, вот это очень оскорбление. Это вот, когда устал смотреть телевизор, его выключаешь и сверху вот этой белой салфеточкой вот так накрываешь. И говоришь, ну и фуфломицин. Сегодня по второму каналу. Ребят, напишите в комментариях, у кого до сих пор вазочка сверху стоит, которая удерживает салфеточку. Вообще, выглядело это вот так. Дарья, две недели назад. Ставь закусенец, если бросила дурнива, потому что не захотел тебе лизать. Два ответа и три лайка. Я что он? Арт потвора. Какой же ты мудак, дурнев. Ох ты и потвора. Аэн, ты хоть раз был в Канатопе? Это город возможностей, мудила. Ребят, если вдруг Канатоп город возможностей, постарайтесь не уезжать из него никогда. Тоха Бандерас, я охуел в край уже. Три минуту рекламу, хуй. Чмошник. Уважаемые заказчики, вы можете напрямую насчет интеграции комментария сбрасывать в личку. У вас есть контакты нашего рекламного отдела. Кстати, ребят, действительно, у нас есть рекламное агентство. Оно называется Дурнив Сейлз. И оно уже год примерно работает. Мы сначала его создали для того, чтобы продавать рекламу у нас, на наших площадках. А потом стали продавать рекламу у других блогеров. Так что, если вы ведете блог и у вас много подписчиков, большие охваты, то присылайте ссылку на свою страницу и небольшой рассказ о себе на вот эту электронную почту. И может быть уже очень скоро крупнейшие мировые бренды захотят купить у вас рекламу. За кучу денег. Дима Кобец. Дурнив. Ну и клюв у тебя разваленный. Разваленный кто-то делал разваленный клюв. Только одно хорошо имя красивое скажи. Отче. Тебе нравится что-то твое имя? Не, серьезно. Ты такой, блядь, вот здорово, что я Дима, да? Не какой-нибудь Сергей. А Димка, да? Ну что, Сергей тоже надо. Экшн про. А я всегда говорил, что дурнив еврей. Как в воду глядел. Кто это вообще нас смотрит? Фуфломицин, как в воду глядел. Ребят, ну а что такого-то? Так и да. Артемий Апострович. Или Апострович. Дурнив Атещенко отличается ничем. Засрала Гомель. Вселенская катастрофа. Пизда. Лям СССР. Хуйня. Ну-ну. А, ну понятно. У дурнива аудитория. Денюжка кап-кап. Капитализм. Счастье. Захуйтесь. Артемий Апострович. Что? Вы чуть-чуть, по-моему, ку-кухой поехали. Засрала Гомель. А, в общем, вы это. Кап-кап, к врачу сходите. Ар-005. 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 За-еб... На... Этот бред с ведьмами. Кретинизм. Бред. Зря. Потраченное время. Блядь. Представляешь, когда он, когда Поле чудес смотрит? За... На... Сектор приз на барабане. Кретинизм. Бред. Зря потраченное время. Ребят, буквально недавно у нас действительно был выпуск о ведьмах. И он вам очень сильно понравился. И поэтому сегодня я знаю, что ребята подготовили мне еще немножечко ведьмовского контента. Валерия Лукьянова, 21. Валерия Валерьевна Лукьянова, 906 тысяч подписчиков. Метафизишн, медиум, райтер, лекчурер. Самадхи Косметикс Аматуэ Стор. Всех приветствую. Хочу сегодня с вами поговорить о чистках. О чистках? 34-й год. Ну это наша личная проблема, что при слове чистки у нас... Вот вы заметили, что очень часто есть такая пропаганда в интернете особенно, что соду пить нельзя. Бля... А пиздец. Вот ебаный пропагандисты. Что они нам вдавливают? Ну реально развязали войну против соды. Такая пропаганда в интернете особенно, что соду пить нельзя. Что это вообще очень вредно и так далее. Что она не дает вообще никакого эффекта, никакого результата. Что пей соду, что не пей, бесполезно. Понятно. Ну на самом деле, я так понимаю, есть все-таки разница, да? И сейчас мы об этом узнаем. Вот что бы вы делали, если бы не Валерия Валерьевна Лукьянова, человек сода? Я, конечно, удивляюсь вот этой общественной безграмотности. Во-первых, зачем соду гасить? Я просто беру с утра натощак одну чайную ложку без горки с содой пищевой. Вы размешиваете ее в 200-граммовом стакане холодной воды. Размешиваете, пока она не растворится. И выпиваете залпом. Ребят, так, давайте, если серьезно, не слушайте этих умалишенных, все может закончиться очень плохо. Потому что никто не знает, в каком состоянии ваш желудок. И каких-то кислот там много, а каких мало. Поэтому может все пройти безболезненно, а может и себе неслабо навредить. Если у вас что-то там, вы чувствуете, что организм требует чистки, поговорите об этом с врачом. И лучше не с одним. Потому что какие-то есть врачи тоже продуманные. Пей вот эти вот таблеточки, вот там-то купи их, все тебе как рукой снимешь. Нет. Вообще, если какая-то серьезная проблема, не поленитесь, сходите к трем разным врачам и послушайте всех трех. Истина. Где-то посередине. И, собственно говоря, что происходит? Сода попадает напрямую в кровь. Она прочищает полностью ваш желудок, кишечник, ваши органы. Я смотрю и голову просветлила. Здорово, так неслабо. И тем самым вы прочищаете свой организм. Вообще, классная тема. Латать ершик. Валерия Валерьевна, заходите где-то в кафе, взяли ершиком, раз, туда-сюда. Прочистили, потому что сода, она же только в крови, а здесь по пищеводу-то остается все на стенках. Раз, прочистили, сполоснули, поставили, пошли. Все, чистота, блеск, дыхание. Пышите здоровьем. И опять же, уменьшайте рвотный рефлекс. Так же, что еще хочу отметить? Это отмечали вы, да? Так, если бы она говорила, так, что еще хочу отметить? День рождения. Новый год. Да, Новый год. Потом это 8 марта. После соды чувствуешь себя гораздо лучше. Она гасится прямо в желудке. Вы можете почувствовать, как у вас немножко так пена идет. Просто пена идет. Чувствуете, это как раз очистка в процессе. Оно в штиральной машине, знаешь, тоже, когда крутится, там тоже пена. Это все признаки очистки. Тоже ванной, когда моешься, пена. Вы можете почувствовать, как у вас немножко так пена идет. Это хорошо. Да, сука. Все, если пена идет изо рта, это вообще бомба. Я как довижу людей, из которых валит пена. Я всегда думаю, вот везунчик, бля. Наверняка настолько чистый. Ребят, музыка Натали. Музика Натали. Волшебная фея. Знаю, где живет орг. А, оргазм. И все о женском здоровье. Один миллион подписчиков. Научу мигать и кайфовать. Тати Мощной. Мощной меня обозвала ученица, потому что я продемонстрировал одну технику владения интимными мышцами, которая очень впечатляет. Это значит, может быть, они пили пиво и не получалось открыть. А ну смотри. Ну ты мощная, да? Так. Тати Мощной меня назвала моя ученица, потому что на секретном чате, когда я его проводила с девчонками, я демонстрировала вживую одну технику. Владение своими интимными мышцами. И она очень впечатляет. Знаете, может, это очень для многих странно прозвучит, или может быть даже хайпово, но я из тех женщин... Кто попросил у стоматолога самый белый цвет виниров? Но я из тех женщин, которая может влагалищем просвистеть мелодии. Знаешь, когда ты идешь по району и свист, и ты, кто свистел? Она просто сидит, пиво пьет на лавочке. Но я из тех женщин, которая может влагалищем просвистеть мелодии. Капитан, капитан, улыбнитесь. Это уже влагалищем было? Я не вру. Это уже задница была? Да. Не, так реально у нее может быть оркестр. Там задница просто пум-пум. Басы подает. Я не вру. Чтобы получить международную сертификацию, а вагина толковая девочка действительно должна иметь международный сертификат. Я, кстати, последних пару лет без этого вообще разговор даже не начинается. ИСО 9001. Я демонстрировала стрельбу вагины. Она в армии, что ли, была? Ну вот вам завязали руки. И что, и как вы справитесь с врагом? Всасывание вагины. Ну это, допустим, мы видели. И умение свистеть. Я тренер-практик, а не теоретик. Поэтому у выпускниц такие потрясные результаты. А что, действительно кто-то записывается? Знаете что, у меня что-то свистеть плохо получается. С 18 лет как-то не свистит больше. Не могу позвать никого. На улице ртом не училась. Такси не могу. Остановить, как ли? Неудобно. Лошади. Только могу сделать и все. А присвистнуть, чтобы голопом пойти? Никак. Курить она может вагина? Интересно. Прикинь, если вагина втянется будет? Потом кашляет. С утра. Так. Я экзамены сдавала. Тяните билет. Так у меня руки заняты. То-то и дело. Я именно эту песню свистела. Как бы ни странно, это сейчас для вас прозвучало. Ну, в общем, таким вот чудесам на виражах я учу девчат на своем курсе. Приходите. Блин, впервые в жизни пожалел, что у меня нет вагины. Ай Хофф Монита. 684 тысячи подписчиков. Ай Хофф Монита. Знаешь, кис на всех площадках. А у вас бывает такое, что вы кого-то прокляли, а потом сидите и переживаете очень сильно за этого человека. Ну, типа, жалеете. Вот, у меня сейчас такое состояние, я одного человека прокляла. Себя? Да, будь ты проклята. Вот, у меня сейчас такое состояние, я одного человека прокляла, и вижу, что у него сейчас происходит, и мне очень жалко. Слушай, я реально прошу прощения, искренне, искренне мне на самом деле вообще плевать. Типичная девушка. Можно говорить, ёлка? Тьфу, я на тебя начать. Ей бы, конечно, какие-то базовые знания получить, знаешь, чем плевок отличается от чихания, хотя бы. Тьфу, мне на тебя накашлять. Поэтому, ребята, когда вы меня обижаете, я советую вам задуматься. Я иногда даже сама не понимаю, какую силу закладываю в свои слова. Например, никакой. Как тебе такое? Если бы ты обладала хоть какой-то силой, ты бы вот так вот напряглась бы и заставила свои волосы расти хоть немного погуще, правда? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Добрый вечер. Христоф Арида. 2,9 миллиона подписчиков. НЛП-тренер, шаманка, каста лидеров, топовая ведьма, вождь народа HF. Не удивляйтесь моему внешнему виду, просто действительно, когда имеешь дело с топовой ведьмой, нужно быть защищенным. Зарядка тампонов, плюс переклад, что? Я думал, это торт. И свайпнуть можно, и свои тампоны, видишь, отправить. Ну, а действительно, незаряженный тампон-то он может деловно делать. Где вы такую красоту еще увидите, а? Да, естественно, нигде. Даже директор завода по производству гигиенических средств на свой день рождения не получал такой красивый торт. Хотя стоило бы. Я вот понимаю, что я тебе сегодня доактивировала товар, да? А, доактивировала, да? Лежала, ноги неактивированы, чувствовалось. Времени не было. Так. Доактивировала товар, да? И так чуть-чуть по энергиям. Поэтому возмущаем красным вином. Не, конечно, это грех не прибухнуть. Такой же переклад мощнейший был. Все, пиздец. Блин, сториз будет, блин, от твоих руководителей. Убери, я тебе сказала, блядь. Сториз будет несчастливая Лена, иди отсюда. Однозначно, Али. Иди отсюда. Уйди отсюда. И без тебя сториз запишу. А кто это к ней пошел? Просто какой-то мужчина на улице? А ты ее муж? Уйди отсюда. А что не сделать там тракте бедов какой-нибудь, отвод? Ужас. Нельзя сделать? Не, фарш его. Небесная канцелярия, блядь. Какого хрена ты меня игнорируешь? Ждайте мне, убери свои руки, другого мне дайте. Небесная канцелярия. Такой уже вечер уже. Ты думаешь, они круглосуточно там сидят? Не имею совесть. Убери свои руки, другого мне дайте. В общем, видите, как бывает у топовых ведьм? Перекладываешь, перекладываешь все, перекладываешь. На всех лучи дерьма посылаешь, а у самой в жизни не очень дела. Вот у нее полная моральность ко мне. Он говорит, что я на него обижен. Нет, я тебя просто не люблю. Я не любишь. Весь инстаграм знает, что я тебя не люблю. Ты как-то весь инстаграм знает. И я тебя не люблю. Ну, ты что не видишь, блядь. В смысле, не видишь? Наличие секса, блин, это не любовь. Это просто физика. Хотя, знаешь что? Выходи из моего офиса, нахуй. Ты это? Что-то может, если на меня обиделась? Его ты чего впеняешь? Нормальный сидит скромный мужчина. Мне его даже как-то неприятно. Что он сделал-то? Переезжай к нам, если хочешь. Ну, реально, что-то даже неудобно как-то. Надеюсь, это не из-за меня. Прикинь, если он это сказал. Там это Леха. Смешно так сказал про тебя. Что ты это все, ну, не по-настоящему, прикинь, раскусил. Небесная канцелярия сейчас тебя раскусит. Не, послушайте, это Христофорида. Я надеюсь, вы это посмотрите. Это вы все прикольно придумали. Этот весь замут. И людям нравится. И вы деньги с них собираете. Вы собираете? Вы его чего травите? С вами такой сумасшедший. Я думаю, не каждый, в принципе, мужчина захочет рядом находиться. Приходишь, а у тебя тампоны заряжаются. Захажаешь. А ты говоришь, где моя зарядка от айфона? Ищи, теперь дергай за каждый шнурочек. Веселая история. Все, с патч укладывается. Собственно говоря, процесс пошел. Ну и элемент небольшого все равно переклада, он присутствует. Да, небольшой. Не такой, как по мне жахнуло. Помните, я... Ты что? Он тут небольшой. Намного слабее будет эффект. Где-то процентов 10. Кидай туда. Кидай прям. Попадешь, не попадешь? Давай. К сожалению, мы тебя не можем загробное взять в переклад. Ну все, ты уже просто к нам не подходишь. Извините. Блин, это, конечно, новый уровень шаманства и колдовства. Дело в том, что магия, она никак не развивается. То есть, как наука. Вот и как придумали еще древние ведьмы, реши, вот эти все, там, соловей-разбойник, они вместе когда собрались. Кощей бессмертный, они как придумали разные вот эти магические обряды, вот они с тех пор и используются. И это еще же, получается, сивка-бурка, серая каурка. Она говорит, давайте возьмем тампоны у красной девицы. И это презерватив вот так обернем и вот так на фотографию будем бросать, ну где светлый лик. Вот человек, все. У нас пошла активация. Да-да-да-да, активация меня пошла. Это фиксантую пакетку. И вот так, чтобы зафиксировалось. Вот так, смотрите, не жалейте. Три. Все. Фиксируем, это должно быть в какой-то щели зафиксировано. Вот так, плотно, чтобы оно не дергалось. Чтобы, знаете, так и чем-то металлическим сверху. Хотите этим? Хотите этим. Все, тут еще тепло, оно это ускорит. Три-четыре часа и начнется активация. Дим. У нас пошла активация на гандоновую стену. Сейчас покажу. Ковид-19. Пошел нахуй. Ага. Сейчас график заболеваемости. Ребят, как и каждый выпуск, сегодня мы разыгрываем любую футболку из дурни в шоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, включите этот выпуск еще раз. Найдите наиболее понравившийся вам момент. Снимите его на камеру своего телефона, ну или сделайте захват экрана. Как кому проще? Выложите это видео у себя в сторис, отметьте меня и нашу страницу Дурнифан. Все. Вы принимаете участие в розыгрыше. На этой неделе футболку за видео получает вот этот вот человек. Знаешь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кто сего же милочка рядом с ней стоит? Вообще копия. Поехали в транссилерманию. Просто посмотрю. Дядя Паша, который никак не может со второй стороны усы отрасти. Также хорошей традицией стала давать футболку за творческий подход к созданию сториз. И на этой неделе футболку за творчество получает вот этот вот гений. У меня лисие глазки. Запись открыта. Кто хочет лисие глазки? Лисие. Хорошие мои новые глаза. Лисие? Это что, вот этим квадратиком вот так натягивается? Девчонки, кто хочет, как у меня. Также мы разыгрываем футболку среди тех, кто дает жамал и не пользуется инстаграмом. Для вас, ребят, все еще проще. Нужно подписаться на наш канал, ну или быть подписанным. Нажать на колокольчик, нажать на закусинец вверх и оставить любой, сколько бы вы не спорили об этом. Но действительно это так. Комментарий. Любой комментарий. На этой неделе футболку за любой комментарий получает вот этот вот человек, непонятно что, написавший. Ребят, Элина Вадимовна, 156 тысяч подписчиков. Элина волшебница. Познаю законы мироздания. Нашла эрогенные зоны бизнеса. В сториз даю пинок в ресурсное состояние. Новичок? Новичок. Пришла моя долгожданная посылочка, которую я хочу раскрыть вместе с вами. Это долгожданная действительно посылочка была. Леш, мы ведь никогда не стояли в стороне современных инстаграм-трендов. Нет. Я нитями прикрою. Эта картинка называется «Найди сову». Нашел? Да. Твою мать. Так, Лысинка ЛА. Но СММщик из вас условный. Лысинка.ЛА. 131 тысяча подписчиков. Гадание. Магия. Советы. Народные рецепты. Онлайн прием. 69 лет. 52 года практики. 17 лет человек практикует. Так. Новичок? Новичок. Булавка защитит от негативов. О, от негативов это то, что нужно. Полнолуние. Купите три булавки. Сразу же положите их в соль. Это же сахар вроде бы. Затем зажгите свечу. Смотрите на пламя и читайте 13 раз. От колдунов и злыдней врагов. У меня ответ Христов. Сталью закаляюсь. Волю свою утверждаю. Она это на ходу придумывает. Сталью закаляюсь. Волю свою утверждаю. Это сталью закаляюсь. Больше ничего не испугаюсь. Ребят, в полнолуние берем три булавки. Сразу же кладем ее в соль и читаем. От сглаза и всяческих оков. От взгляда, чтобы не носить рваных носков. От боли и недотушенного кролика. Ну, это для поваров тут. От проклятий и нежелательных зачатий. Подожди, ну а что ты смеешься? От перекладов и чтоб все было так, как надо. И от заговора, да и просто для прикола. Нет, это реально, три раза повторяйте и все. Сталью закаляюсь. Волю свою утверждаю. Волю свою это утверждаю. Дело в том, что это не в рифму, оно не работает. Потусторонние силы такие только выполнять. А, там не в рифму. Без моего ведома ни колдуну, ни злыдню, ни врагу, не переступить моего дома порогу. А лярве? А лярва переступит. Потому что я пока против лярв не хотел бы. Мои слова крепки, липки, им ключ, замок, истина. Ключ, замок, истина? Я последний раз это слышал, когда дубликат ключа на рынке заказывал. Я говорю, так вы сделали, он ключ, замок, истина. 12 гривен. Ребят, огромное спасибо, что присылаете сториз нашему редактору Диме Шибаеву. Он не спит ночами, не дрочит присядку. И делает, 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 делает. Вот так он, мне кажется, иногда монтирует. Ну почему некрасиво получается? Ну ты уже рендерись. Смешного мало. Делает, делает, как-то делает. Три недели не было новых выпусков. В общем, делает, делает эту передачу. Вместе с вами спасибо хотя бы вам. Спасибо! Спасибо! Таро Ирена. 257 тысяч подписчиков. Таролог, именолог Ирена. Именолог. Ребят, именолог у нас впервые. 29 лет консультирую на картах Таро. Именолог номер один в России. Браслеты и амулеты. И запис на консультацию. Ютуб канал у нее, кстати, есть. А новичок? Новичок. Новичок. А помнишь, был этот конкурс? Именолог 2020 в России, и она взялась. Итак, именолог 2020 года. Именолог Ирена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодня я больше даже обращаюсь к девочкам. А ее как выгнали из «Спокойной ночи, малыши», да? Это тетя Таня? Так, обряд на новолуне. Любовь к себе. Обращаюсь к девочкам. Ты видел, как у нее уезжает титр? Сейчас очень актуальна тема любви к себе. И сегодня я хочу поделиться одним обрядом, который поможет привлечь это состояние. Я бы лучше посмотрел на обряд, как трехэтажную прическу сделала. Хорошо, что у нее часы на руке есть. Она такая, время разбираться в именах. Который поможет привлечь это состояние на магическом уровне. Заряжаем этот пост лайком, чтобы подключиться к нашей коллективной энергии. Поставили? Хорошо. Ребят, заряжаем это видео закусенцем вверх, чтобы подключиться к нашей коллективной энергии. Ирена? Поставили? Хорошо. И выкладываем в сториз получившуюся красоту. Конечно, не забудьте отметить меня. Не забудьте, ребят, отметить меня и нашу страничку Дурнифан. Тоже мы это потом применим как-нибудь. Итак, подготовка к обряду. Нам понадобится вот ингредиенты, вы их видите. Перечисляю. Баночка, емкость прозрачная. Два листа бумаги. Один крупнее, другой меньше. Я помню, мне все эти ингредиенты понадобились, когда я шел кал сдавать. А бумажечкой надо написать имя? Ну, нет. Ладно, я раз уж тебя спросил. На дно унитаза кладешь большую бумажку. Туда, значит, выдавливаешь немного кала. Потом уже из нее перекладываешь баночку и клеишь имя. Розовый камушек, желательно кварц или кристалл. Две веревочки. Одна пинковая, а другая красного цвета ниточка. Ниток? Вообще не вопрос. А другая красного цвета ниточка. Бутон розы и цветной песочек, вы видите. Крупная пищевая соль и очень желательно палочки корицы. Конечно, да без палочек корицы. Когда хоть один магический обряд обходился. Вы что? Ирена, за кого вы нас принимаете? Леш, но мы ведь никогда не стояли в стороне современных инстаграм-трендов. Баночка, емкость прозрачная. Два листа бумаги. Один крупнее, другой меньше. Розовый камушек, желательно кварц или кристалл. Есть, кстати. Где вы взяли? Ребята, розовый камушек, кварц. Две веревочки. Две веревочки. Одна пиньковая. Одна пиньковая. А другая красного цвета. Другая красного цвета ниточка. Бутон розы. Бутон розы. Ну-то, кстати, не думайте, что это Дима где-то ходил, собирал. Это просто на полке у меня все лежало. Цветной песочек, вы видите. Крупная пищевая соль и очень желательно палочки корицы. Вообще, рубрика «Не вопрос». Ребята, кто будет делать? Реально, реально. Не забудьте, пожалуйста, про палочки корицы. Иначе... Сначала насыпаем на дно баночки соль, чтобы едва покрывала дно. Так, покрываем. Вот так вот. Смотрите, едва покрывает дно. Так. Обязательно читаем при этом заговор на очищение. Освобождая пространство от темного... Освобождая пространство от темного, впускаю в свой разум свободу. От страха, от сомнений, от неуверенности. Поверх соли насыпаем цветной песок. Конечно. Конечно. Сначала соль, потом песок. Базовые вещи, скажем. Раз. Теперь добавляем распустившийся бутон розы. Добавляем распустившийся бутон розы. Это для раскрытия женственности и эмоциональной свободы. Да. Кладем в баночку рулетик корицы. Конечно. Такой вот, так. Кладем перед собой маленький листик бумаги и на нем пишем. кладем перед собой маленький листик бумаги и на нем пишем я верю в свою силу значит пишем я верю свою силу и благодарна за нее я знаю свои слабости и принимая их я беру ответственность за свое проявление в этом мире я принимаю себя любой и люблю из самой глубины своего сердца ребят кому это долго писать и кто находится в процессе выполнения этого обряда можете написать более короткий принципе тот же смысл передается я тире тупая а подчеркнуть она здесь доминирующая хотя и тупая подчеркнуть берем листик в руки и повторяем этот заговор по количеству своих полных лет ну что ж 34 раза я тупая я тупая но в общем вы поняли и представляю если вам за 50 затем в листик заворачиваем розовый кристалл конечно куда его еще делать получается вот так завернули и все это перевязываем красной ниточкой ниточка сюда красный обязательно вот так перевязываем кладем банку поверх всего баночка готова но нам нужно ее запечатать большой листик бумаги для этого предназначен мне нравится что на стоп-моушен сняла для реально прикольно бабка такая мы как баночку с вареньем закрываем наш волшебный сосуд сейчас эскортницы в этом месте что кому сосуд и про баночку с вареньем им тоже очень понятно я думаю всем надо как консервацию девчонки а по сюда иди да люблю через пень колоду так и перевязываем его пеньковой веревочкой можно написать на баночке на этом листочке свое имя и дату рождения пожалуйста конечно а теперь нам осталось одно а теперь нам осталось одно прикрепить волшебный сосуд самолюбви на самое высокое место в спальне ребят ну вот мы подвесили нашим баночку на самом высоком месте спальне дело в том что я сплю за этим столом вот ну что я теперь буду верить себя очень женственность стали максимально так что ребят дело в том что у нас закончили stories пока упадет вот 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 вот